Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах, проделанной за отчетный период работы. На встречи побывала и наша съемочная группа. Около двух тысяч обращений поступило в межмуниципальное управление МВД России Люберецкой на минувшей неделе. По 19 заявлениям возбуждены уголовные дела. 16 преступлений стражи порядка раскрыли по горячим следам. Несмотря на активную профилактическую работу сотрудников полиции, жители городского округа Люберцы все чаще становятся жертвами дистанционного мошенничества. Ваш родственник попал в ДТП или правоохранительные органы просят какие-то финансовые деньги. То есть еще раз потом автоподставщики, правоохранительные органы звонят. Звонят со следственного кабинета, или с МВД, или с прокуратуры. Или просто с банка звонит в службу безопасности, что ваш счет там заблокируют сейчас и так далее. И народ бежит, никуда не сообщает опять. То есть большая просьба, если что, звоните 112 или звоните в полицию. 54 раза сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона выезжали по сигналу тревоги. В пяти случаях им пришлось бороться с огнем. Два пожара произошло в Держинском и три в городском округе Люберцы. В результате происшествий никто не пострадал. 5 февраля в 1 часов 15 минут Красково, улица Ленин, дом 4. По данному адресу располагается одноэтажный кирпичный жилой дом, общая площадь 50 квадратных метров, с двухэтажной пристройкой. На момент прибытия из окон второго этажа пристройки шел густой черный дым. В результате пожара обгорела кровать и личные вещи. Система ЖКХ работала в штатном режиме. В городском округе стартовала плановая замена лифтов в МКД. На данный момент работа проходит по пяти адресам. Всего в этом году в Люберецких домах обновят 37 подъемников. Также реализуется план по ремонту подъездов на квартирных домах. Начаты работы в семи подъездах в ЛГЖТ и семь подъездов в управляющей компании «Содействие». Всего запланировано в городском округе Люберца в 2022 году отремонтировать 146 подъездов. Очистка кровель от снега и наледи – тема, которая находится под особым контролем властей. В течение этой недели крыши МКД и социальных объектов должны избавить от осадков. График работы управляющих компаний уже составлен. Луиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.